Девушки отдыхают Я надеюсь, я станцую в медленный танец Разожмите Медленно, очень медленно все начиналось Родственники начали замечать, что Начала тремор головы Я на это не обращал внимания, пару лет Потом присоединилась рука Потом скованность в правой ноге Поставили диагноз болезнь Баркинсона Это было 44 года мне, сейчас 52 Первые симптомы заболевания На самом деле, это не двигательные симптомы Считается, что сама болезнь Начинается за несколько лет Десять и более До того, как появляются первые Нарушения движений Стоим еще раз и походим чуть-чуть Считается, что больше, чем Половина нейронов черной субстанции В это время уже погибло Когда мы видим у человека тремор Или скованность, или другие двигательные проблемы Все хорошо, можете садиться в кресло обратно Большой шаг, поднимаем ногу Делаем большой шаг Стеснялся этой болезни Пил много таблеток Старался, чтобы не видели больные Приходилось пить по 2, по 3, по 5 таблеток За сутки и больше На самом деле, леводопа до сих пор Это самый эффективный способ помочь человеку Проблема в том, что Когда человек болеет долго Лекарства не утрачивают свою действенность Сам человек изменяется То есть Дофаминергические нейроны Дальше деградируют Человек все больше и больше Зависит именно от приема лекарств Которые поступают извне Также на пике хорошей двигательной активности На пике действий лекарств с леводопой Могут появляться непроизвольные движения То есть периоды слишком большой двигательной активности Когда мы вводим в течение Несколько дней леводопу В высоких дозах То у животного развивается Так называемая дискинезия Непроизвольные движения И повороты в левую сторону Видите, лапка животного Около мордочки И животное постоянно движет губами Вверх-вниз У человека примерно такая же ситуация Если леводопой снимают симптоматику Болезни Паркинсона В частности, моторные нарушения Примерно то же самое возникает А потом уже подошло к тому, что нужно было Говорить и заканчивать с рабочей деятельностью Потому что не я должен оказывать помощь больным А мне уже нужна была помощь Вот я беру чашку, подношу ее к рту Казалось бы, для нас это движение О котором мы вообще не задумываемся Но если посмотреть на работу мозга во время Это сложнейшее движение Потому что в каждую секунду Мозг должен получать информацию о том Где чашка, правильно ли я ее подношу к рту И так далее То есть любое действие требует Вот этой положительной обратной связи Мозг говорит Да, ты делаешь правильно Продолжай Да, и сигнал продолжается Рука продолжает двигаться В нужном направлении В нужную точку Обратная связь, она осуществляется В том числе при участии дофамина А при болезни Паркинсона Происходит отмирание дофаминергических нейронов В такой области мозга Которая называется черная субстанция Наверное, в качестве примера Для меня максимально понятная аналогия Это как работа радиоприемника То есть на фоне полезного сигнала Который мы пытаемся усилить У нас появляется очень громкий Такой вот шумовой эффект И он мешает мозгу понять В конечном счете Какую моторную программу нужно выполнять Большинство пациентов Сейчас получают такой вид Хирургического лечения За счет квот На высокотехнологичную медицинскую помощь Поэтому именно для пациента Такие операции не стоят денег Операции финансирует государство Однако все еще Общее количество операций И количество центров На всю нашу большую страну Недостаточно 13 месяцев я ждал Но последние полтора или два месяца Это было просто невозможно Потом, как позвонили Я приехал И вот все началось В начале вставляется конюля Конюля примерно вставляется вот настолько в мозг Дальше из конюля выдвигается электрод И он где-то на один сантиметр может выдвигаться Еще лучше Сейчас идет активность на уровне шума То есть тут пока еще нету ядра Необходимой Правую руку сожмите То есть мы сейчас ищем Верхнюю, нижнюю границу сапталамического ядра Наша задача найти, чтобы Определить его центр И в центр имплантировать электрод Вот эта цифра 6 Это 6 миллиметров выше расчетной точки То есть то, куда мы стремимся попасть Мы постеменно к ней приближаемся Сейчас я двигаюсь очень медленно Для того, чтобы точно вот это начало структуры найти Первый такой хирургический опыт Он возник случайно Когда у пациента с болезнью Паркинсона Произошел инсульт И врачи увидели, что Тремор-то прошел Стало понятно, что микроразрушение Которое произошло в определенной области мозга Которое, в общем, не особо было понятно Что и с чем связано И это привело к тому, что Тремор пропал Стали пытаться Хирургическим путем Лазить в эти области Это дало шаг К появлению, собственно, DBS D-brain stimulation Потому что эта модель показала Что на самом деле воздействие На определенные звенья Вот этой патологической цепи Которая формируется При болезни Паркинсона Других заболеваниях двигательной системы Может прерывать Или разрушать Вообще говоря Весь этот патологический поток информации И давать хороший клинический эффект Валерий Анатольевич, слышите меня? Сейчас мы с вами начнем тесты делать Хорошо, двигательные? Правую руку в кулак сожмите Разожмите Сожмите И сейчас мы смотрим По активности нейронов Есть ли реакция на какие-то движения Если есть, то это для нас хороший признак Что мы находимся там, где нужно Разожмите Человек не чувствует ничего особенного Действие стимуляции Можно представить Как действие леводопа в полусилы Но постоянное Мы получаем ровное улучшение Двигательной активности Сейчас мы будем делать тестовую стимуляцию Мы электрод поставим в центр ядра По тому, как мы его нашли По активности нейронов И будем пробовать смотреть Ленический эффект на стимуляцию Хорошо, и пальчики поделать Свести-развести Большой указательный Как мы делали? Да, да Отлично, молодец, хорошо Ну что, давайте стимулировать Стимуляция полтора Кулачок сжать-рожать Поделаем широко Ну что-то лучше Давайте дальше Стимуляция два с половиной Сжать-рожать кулак Поделайте еще раз Широко Широко Механизм Дибес Тоже до конца не изучен На самом деле Понятно Врачам и ученым Что мы действуем Не только на нейроны Вот этих ядер В которых имплантирован Электрод А также Действуем на Регионы мозга Которые находятся На самом деле На отдалении Вот этих ядер Путем нейронных сетей Поэтому механизм Дибес Еще изучается И мы много не знаем Есть загадки тут Стимуляция три с половиной Как дела? Не печет? Фамилию мочества скажете? Все уходит Хватит Речь это тоже движение Все нормально Это движение мышц языка Фамилию мочества еще раз Поэтому на стимуляцию Если мы например Слишком близко К проводящим путям Ходимся Еще раз То может возникать Ухудшение речи В таком случае Мы принимаем решение О том, чтобы Траекторию электрода Немного сместить Чтобы быть подальше От этой зоны Сейчас не стимулируем Фамилию мочества Еще раз скажите Хирургия Никогда не будет Полностью заменой Таблеткам На сегодняшний день В том виде В котором она есть Потому что Та медикаментозная терапия Которую человек получает Это заместительная терапия А хирургия Решает те проблемы Которые Данная терапия Не может решить Ну ДБС Наверное Своего рода Костыль Если уж говорить Такими терминами Это не решение Всех проблем Это тот метод Который у нас есть Он применим Для людей При определенных условиях Потому что Мы влияем Только на дофаминовые Симптомы С течением времени Когда человек Продолжает болеть Подсоединяются проблемы Связанные с не дофаминовыми механизмами Эти проблемы Не решаются Лекарствами дофаминовыми И соответственно Стимуляция Не может их решить Сейчас у нас Все выключено Так Правой рукой Поделайте Сжать Разжать Кулачок Левая пошла Левый давайте Поделаем Так Включаем Стимуляцию Сожмем Разожмем Кулачок Пошире Покрутим Пальчики Сведем Широко Широко Еще раз Кулачок Давайте Левый теперь Сжать Разжать Широко Можно идти Я могу тогда его закрепить Что-то такое Теплое Куда-то Донес Так раз И так Страшно стало А потом стало легко И все Я могу ходить Возвращайтесь к нам Сейчас он бежит Могу не сводит И руки не дрожат Повернулся там Анна Александровна говорит Идите к нам Я говорю А я и станцевать могу Кстати Танцевать С вашей дочерью 15-го на свадьбе Медленный танец Это я вам обещаю 15-го июля Будет свадьба И я буду присутствовать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok